Всем привет друзья, недавно вышел ролик, который вам очень понравился, а я решил сделать продолжение такого формата видео. Сегодня составил топ 10 лучших способов заработка в игре без наличия удочек с большой грузоподъемностью. Почти все далее указанные варианты заработать игровую валюту у меня есть на канале в отдельных видео, но я думаю в таком формате новичкам будет проще определиться, да и в целом найти информацию, что половить, чтобы заработать. Именно поэтому я не буду подробно рассказывать о каждом из видов заработка, чтобы не растягивать ролик на полчаса, а просто в нужном порядке оставлю ссылки на полное видео о всех заработках из данного топа. Как всегда, спасибо за поставленный лайк и приятного просмотра. Десятое место. Ловля раковой шейки. Ловить раков на начальных уровнях уже стало привычным делом абсолютно для всех, кто делает первые шаги в этой игре и не вкладывает в нее реальные деньги. Самым популярным местом ловли данной наживки, конечно же, стала Дема на локации Лягушачья Заводь. Хотя с недавним обновлением количества вылова раков в очередной раз порезали, все равно заработок остался прежним за счет роста цен на раковую шейку. На Деме рак ловится на червя со дна, чаще всего на различных склонах возле берега. Еще один вариант ловли раковой шейки Амазония. Локация за куток, где рак клюет на куски рыбы. Количественно больше, чем на Деме, но сюда и разряд нужен выше. Девятое место. Ловля ухи. Рост цены я обошел стороной и бочковую уху, которая на данный момент стоит уже больше 12 миллионов за одну бочку. Наловить 600 порций ухи можно прямо на озере, никуда не уезжая и не тратясь на наживку и путевки. Если не ловить бочки самому, то придется покупать их за треть цены от полной бочки ухи. Восьмое место. Ловля улитки. На базе Переславль-Залески вводится, как утверждают разработчики, уникальный предмет. Улитка. Который ловится на локации, пока рыбаки спят, на икру и зелень со дна. Опять же, простая наживка на начальном водоеме, которая с выходом обновлений только дорожает. А клев ее пока что не изменился в худшую сторону, как, например, клев Рапаны на Днепр-Дельте. Седьмое место. Ловля креветки. На Сейшельских островах Чилим, из которого делается креветка, есть почти на всех локациях. Но идеальный вариант локация пальмовой пляжи ловить не на икру, а на кусочки рыбы. Отсекая большую часть перелова, кроме пальмового вора. Но с него делается крабовое мясо, которое далее нам пригодится. Шестое место. Ловля ракушки. Выбирать, конечно, где ловить ракушку только вам. Но, по моему мнению, лучший результат будет на заливе Александры, локации, разрушенные скалы или крутой склон. Тут уже все зависит, где у вас клев будет лучше. Данная наживка будет актуальна до того времени, пока не порежут в очередной раз рапану на Чили. Пятое место. Ловля крови гладколобого каймана. Не буду спорить насчет того, порезали количество флаконов крови, который выпадает при ловле гладколобого каймана или нет. Но если посмотреть на цену одного флакона, около 60 миллионов, то, не задумываясь, можно сказать, заработок здесь точно есть. К тому же, этот способ заработка, наверное, самый интересный за счет доли азарта, когда не знаешь, в какой момент выпадет кровь, как это происходит с сундуками. Четвертое место. Ловля амаров. На Лафатенских островах, имея 95-й разряд, можно неплохо зарабатывать по ночам. И это не то, о чем вы подумали. Нет. Здесь ловят амаров, из которых, в свою очередь, делается дорогостоящая наживка мяса лобстера. Как и везде, ищите активную точку на локации Южный мыс или Неприступный остров, где будет клевать хотя бы несколько крупных амаров европейских за ночь, и ездите сюда раз 24 часа, получая до 25-30 кусков лобстера каждый раз. Из минусов, наверное, только высокий разряд, требуемый для посещения водоема. Третье место. Ловля отвара удачи. Ну и, конечно же, в топ-3 попадает ловля отвара удачи. Если у вас есть котелок и книга рецептов, то вам просто обязательно нужно разловить 11 видов рыбы, нужных для приготовления отвара удачи. Звучит как пропаганда, но это правда. Один из лучших способов заработка уже не один год. На данный момент бочка отвара стоит около 200 миллионов, и сколько вы заработаете за один день реального времени, зависит только от вас. Но миллиард за 4 дня это уже мало с нынешними ценами. Второе место. Ловля мяса рапаны на Чили. Здесь говорить ничего особенного и не нужно. Нашли новую локацию, все приехали туда и до сих пор ловят венозную рапану, которая стоит уже под 400 лямов за 100 штук. Если есть разряды желания, то здесь самый лучший заработок в игре на данный момент без наличия хороших удочек. Южный порт, 3 донки, мясо ракушки и наличие свободного времени. Все, вам больше ничего не нужно, чтобы стать богатым. Первое место. Ловля осьминога. Немного раньше я сказал, что лучший способ заработка это ловля рапаны. И это так. Но у осьминога есть одна особенность. Он клюет ночью. И вот как раз таки за эти несколько ночных часов вы можете заработать столько же, как на рапане за весь игровой день. Если поймаете всего 4-5 крупных осьминогов более 15 килограмм. Возможно на низких разрядах вам и не удастся делать рекорды по вылу осьминога. Но и не забывайте, что доступ к базе открывается разряда на 30 раньше, чем в Чили. И к тому же, половив здесь ночью, у вас остается еще все светлое время суток. За которые можно наловить хотя бы 10 рапаны, это еще 40 лямов. И вот вам за одни игровые сутки фактически 100 лямов. 10-12 игровых и вы миллиардер. Можно открывать новую рубрику «Лярд за 6 часов». Но вот есть одно но. Актуальность ловли осьминога может скоро закончиться, ведь жадные разрабы этого проекта вряд ли позволят долго фармить на начальных разрядах. Яркий пример – Рапана на Днепр Дельте. И я не буду сейчас рассказывать, насколько они всем этим портят игру. Нет, я лучше поблагодарю вас за просмотренный видеоролик и поставленный лайк. И пожелаю удачи всем в заработке. Не забывайте, что полные обзоры вышеуказанных способов заработать игровую валюту есть в описании видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok